Дело в том, что банки, когда они кредитуют физических лиц, юридических лиц, обязаны создавать страховые фонды, которые призваны не допустить банкротства банка, если кто-то из заемщиков не вернет деньги. Если мы говорим о физических лицах, то раньше такой резерв, грубо говоря, составлял четверть. То есть на каждый рубль отданный в виде кредитов и являющихся проблемными, возможно, банк должен был создать резерв на покрытие данных кредитов в районе 20 копеек с рубля. На сегодняшний день Банк России требует увеличить данные страховые фонды, подняв их до 50 копеек с рубля, то есть в два, ну даже больше, чем в два раза. Чем это грозит нам с вами? С одной стороны, казалось бы, увеличенные резервы в банках создадут большую надежность для их деятельности. То есть если кто-то не вернул кредит, то банка все равно, есть большие резервы, чтобы рассчитаться с депозитами при невозвращенных кредитах. Однако давайте не будем забывать, это деньги бесплатные, они ничего банку не приносят. То есть для того, чтобы создать резервы, банк точно так же привлекает депозит, но размещает его на бесплатных счетах. А это значит, что половина денег, взятых в депозит, работает, то есть приносит проценты, половина денег не приносит проценты. Это значит, что разрыв между депозитной и кредитной ставкой вырастет, ну еще на очень большую сумму. То есть мы можем ожидать, что цена кредитов, которые выдают физическим лицам в банках, достаточно существенно вырастет. А если к этому прибавить еще и рост ключевой ставки, которую Банк России буквально недавно осуществил, фактически в два раза увеличив ключевую ставку, это особая ставка, по которой Банк России реально кредитует коммерческие банки, до 8% она поднята, то это второй фактор, который влияет на удорожание кредитов. И в этой связи я боюсь, что уже осенью кредитные ставки в российских банках могут очень существенно вырасти. Что касается действующих кредитов, здесь вопрос неоднозначный. Дело в том, что это уже вопрос конкретный взаимоотношения конкретного заемщика с конкретным банком по конкретному кредитному продукту. То есть просто заемщикам надо посмотреть тот кредитный договор, который они подписали, и посмотреть, есть ли там пункт, который разрешает банку самостоятельно, без согласия плательщика, пересмотреть процентную ставку. Конечно, Банк России не приветствует такие действия, не просто не приветствует, он запрещает вообще-то такие действия. Однако, в целом ряде договоров данный пункт все равно содержится. И, следовательно, банк формально имеет право пересмотреть процентную ставку, и заемщику, если у него такой договор, придется подавать в суд и через суд доказывать, что данный пункт договора ничтожен. А это и дополнительные затраты, потому что вам все равно придется нанимать специалиста, который докажет в хозяйственном суде неправомерность действий кредитующего вас банка. И время, потому что судебная тяжба будет вестись в месяцах. Поэтому, к сожалению, надо готовиться к этому. Ну, а сейчас заранее просто посмотреть, что в кредитном договоре написано. Ожидает вас неприятностей или не ожидают?